Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. В данном видео мы продолжим разбирать комментарии айтишника Евгения относительно деятельности Романа Василенко. И сегодня мы затронем очень злободневную для многих тему, а есть ли вообще на счетах Виста деньги, и есть ли у компании Гермес деньги. Евгению задали вопрос, то есть на счетах Виста денег нет вообще? Он их вывел себе? Евгений отвечает. По моим данным на счетах Виста достаточно большое количество денег, но он не может их вывести, потому что у него нет таких возможностей. В последнее время он предложил сделать криптовывод с ограничением в 100 долларов. Ну понятно, что это какая-то нелепая глупость. Но такого вопроса, что денег нет на Виста счетах, этого нет. Нет, там достаточно много денег, очень много. Когда сайт компании Гермес был еще доступен, то в кабинете можно было скачать отчет по работе Гермеса. У меня вот последняя версия, это отчет за 20-й год на английском языке. Если у кого-то есть более свежий отчет на русском языке, то пожалуйста пришлите. Итак, что мы здесь видим? Здесь, например, в отчете фигурирует отчет с января 2020 года по апрель 2021. Если приблизить данную таблицу, то мы увидим здесь следующие цифры. Баланс 629 миллионов 226 тысяч 312 евро. Профит, то есть прибыль. Насколько я понимаю, это акции Apple. 19 миллионов 801 тысяча. IBM убыток. Минус 7 миллионов 8 тысяч 748. UTX это United Technologies Corporation. 13 миллионов 148 тысяч и так далее. И Microsoft 8492.001. И другие активы 23 миллиона 267 тысяч 674. И здесь написано, что общая прибыль, Total Profit 57 миллионов 700 тысяч 052 евро. Ну, тут стоит какая-то печать. Resus Corporation, Daniel Bronson. Кто-то может сказать, с чего мы вообще должны верить цифрам в этой таблице. В фотошопе можно любые цифры нарисовать. Хоть миллиарды, хоть триллионы. С чего мы должны в это верить. Ну, тут я спорить не буду. У меня нет способа или метода, как эти цифры можно проверить. Если у вас есть идеи, пожалуйста, пишите в комментариях. Но, по крайней мере, это та статистика, те данные, которые опубликовал непосредственно Гермес у себя в кабинете. То есть каждый, у кого есть кабинет компании Гермес, при желании, мог этот отчет себе скачать. А вот на этом слайде показано распределение инвестиционного пирога по процентам. Какие сферы, в какие области экономики все распределено. Выглядит красиво, не спорю, но, опять-таки, скептики говорят, это, опять же, взято все с потолка. Мы никак этого проверить не можем. А вот на этом слайде показаны общие суммы на счетах Виста. Например, в 2020 году общие суммы на счетах Виста составили 1 миллиард 644 миллиона 302 тысячи 973 евро. Это евровые счета. А есть еще долларовые счета. Ну, на долларовых счетах ситуация поскромнее. 67 миллионов 570 тысяч 420 евро. Если просуммировать те балансы, которые мы видим на евро счетах и на долларовых счетах, получается весьма солидная сумма. 1 миллиард 700 миллионов евро, если округлить. Возникает только вопрос следующий. Насколько эти балансы подкреплены реальными активами? Как мы видим в отчете, компания инвестирует в самые разные направления, согласно инвестиционной стратегии. То есть по утверждениям самой компании Гермес, мы не финансовая пирамида, мы реальная инвестиционная компания. Вот привлеченные средства мы инвестируем вот в эти разные направления. То есть если, предположим, что действительно, вот в отчетах показано, что если сложить все балансы счетов Виста, получится 1 миллиард 700 миллионов. И у компании Гермес действительно есть активы на эту сумму, как она заявляет, тогда хорошо. Тогда получается это не просто цифры, а именно, скажем, цифры, обеспеченные какими-то реальными активами. Как, наверное, вы сталкивались, что в чатах или в комментариях кто-то говорит, да это все циферки нарисованы. Ну, можно так порассуждать. Допустим, у вас наверняка есть банковская карта или банковское приложение. Вы туда заходите, вы тоже видите какие-то цифры, правильно? То есть вам банк нарисовал цифры, что у вас на счету, там, допустим, 10 тысяч рублей. Это цифры. Но это цифры, которые вы можете потратить. Купить себе что-то или пойти в банкомат и снять в виде наличных. То есть ваши цифры, которые банк нарисовал, вы можете сконвертировать и превратить либо в покупку для себя, либо, соответственно, в наличку. Точно так же и здесь. Если у Романа Василенко где-то там действительно существуют активы на 1 миллиард 700 миллионов, то вот эти заявленные цифры, они подкреплены реальными активами. А вот если этих активов нет, ну или, допустим, предположим, на полную сумму нет. Давайте так рассуждать, что, допустим, у Романа Василенко есть активы за границей на 500 миллионов евро. Так? То есть деньги на самом-то деле есть на энную сумму, на 500 миллионов евро, предположим. Но цифра-то на балансе счетов Виста, если мы просуммировали, 1 миллиард 700 миллионов. То есть фактически получается, что балансы счетов Виста в этом случае будут обеспечены реальными активами только на треть. То есть тогда можно будет так сказать, что треть капитала, треть циферок на счете Виста, она действительно обеспечена реальными активами, а две трети нет. А уж что там действительно есть или нет, это уже должно следствие разбираться, какие активы там действительно присутствуют. Поэтому, когда Евгений рассуждает, что на счетах Виста деньги есть, он имеет в виду, что там где-то у Романа Василенко. Раз он может себе позволить покупать такую недешевую недвижимость в России и за границей на миллионы долларов, ну деньги-то, понятное дело, у него есть. То есть другой вопрос, что сайт Гермеса сейчас не работает, доступа к своим Виста счетам никто, соответственно, не имеет, поэтому даже циферок своих никто не видит, по сути. И опять же возникает вопрос, насколько эти цифры в кабинетах подкреплены реальными активами. Евгению задали вопрос, по его оценке, сколько Роман Василенко заработал конкретно для себя. Примерная сумма. Если взять Быствэй и Гермес, то там получается порядка 4,5 миллиардов рублей. Ну, то, что видит айтишник цифрами, я вижу около 5 миллиардов рублей. Итак, давайте подведем итог. Евгения спросили, считает ли он, что на счетах Виста денег нет. Евгений ответил, что он так не считает, что деньги на самом деле есть. По моим данным, на счетах Виста достаточно большое количество денег, но он не может их вывести, потому что у него нет таких возможностей. Но, хочу внести ясность. Смотрите, согласно официальному отчету самой же компании Гермес за 2020 год, если у вас есть более свежий отчет за 2021, пожалуйста, присылайте. Согласно их же собственному отчету, суммарный баланс всех счетов Виста примерно 1 миллиард 700 миллионов. Это серьезная сумма, правильно? Но, как я и сказал, какое количество, какой процент этих средств обеспечен реальными денежными активами. То есть, что где-то действительно есть акции каких-то компаний, инвестиции в недвижимость и так далее. Если все это количество, 1 миллиард 700 миллионов, обеспечено реальными активами, это хорошо. А вот если обеспечена только часть, то тут уже действительно можно говорить, что часть этих денег, этих цифр, это просто нарисованные цифры, ничем не обеспеченные. И, когда Евгения спросили, а по его оценке, какую прибыль получил конкретно Роман Василенко для себя, он озвучил 4,5, а в другом комментарии 5 миллиардов рублей. Как я сказал, если взять за основу цифру в 5 миллиардов, это получается 58 миллионов евро. Это еще по старому курсу. Хорошие деньги? Конечно, хорошие. И уж, конечно, если Роман Василенко получал прибыль для себя, конечно, речь идет про живые деньги, а не просто нарисованные циферки. Не будет же Роман Василенко себя обижать, правильно? То есть, это реальные деньги. Поэтому, если мы задаем вопрос, а у Романа Василенко вообще деньги есть? Ну, получается, что есть и немалые. Что, согласно озвученным цифрам от самого Евгения, десятки миллионов евро, на которые он и может покупать себе недвижимость и в России, и за границей, и где угодно. А вот что касается пользователей компании Гермес, у которых открыты счета Виста, позвольте вам напомнить, что счет Виста сейчас ни для кого не доступен. Никто не может зайти в свой кабинет Гермес, посмотреть свои циферки и что-то там делать, какие-то операции в кабинете. Все, этого нет. То есть, поэтому, когда Евгению спрашивают насчете Виста, там что-то есть, во-первых, кабинета отсутствует, их просто нет. Да, насколько я понимаю, сейчас в правоохранительных органах где-то находятся изъятые серверы, на которых находятся как раз базы данных со всеми кабинетами, с цифрами и так далее. Это все у правоохранительных органов. Но попасть на данный момент никто из нас туда не может. А что касается денег, вот, как я и сказал, возникает вопрос. Из этого миллиарда семисот миллионов, какой процент этих денег действительно обеспечен реальными активами? Так-то, конечно, у Романа Василенко деньги есть и деньги немалые, десятки миллионов евро. Но покрывают ли эти деньги и эти активы, можно сказать, все обязательства Гермеса перед инвесторами? Этот вопрос остается открытым. Дальше. Евгений также сказал в своем комментарии, что деньги-то у Василенко есть, но он их вывести не может. И поэтому он вынужден был переключиться на криптовалюту. По моим данным, на счетах Вист достаточно большое количество денег, но он не может их вывести, потому что у него нет таких возможностей. Последнее время он предложил сделать криптовывод с ограничением в 100 долларов. Ну, понятно, что это какая-то нелепая глупость. В первые годы своего существования компания, когда она еще называлась Гермес Менеджмент, была зарегистрирована в Белизе, имела лицензию на управление финансами. И тогда можно было зачислять деньги по инвойсу напрямую в компанию Гермес Менеджмент и выводить прямо на банковский счет. Да, были такие времена. Но потом ситуация стала ужесточаться. Гермес Менеджмент был лишен финансовой лицензии. Была зарегистрирована компания в Великобритании под названием Гермес Финанс. Но, как многие уже отметили, Гермес Финанс не является финансовой компанией, а является оптовой компанией. И, соответственно, никакой лицензии на управление финансами иметь уже не может. И получается, что, да, у Романа Василенко где-то там есть капиталы, есть средства. Но каким образом, даже если бы он хотел, например, платить инвесторам, каким образом это можно делать, большой вопрос. Потому что на каком основании оптовая компания будет перечислять, например, инвесторам миллионы долларов, если это не финансовая, а оптовая компания. Поэтому, что касается цифр, размера активов на счетах и так далее, здесь, я думаю, вопрос остается открытым. Есть цифра, заявленная самой компанией Гермес в своем официальном отчете. Есть цифры, озвученные Евгением. А сколько там на самом деле, этот вопрос еще, я так понимаю, предстоит узнать в ходе следствия. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Добавляйтесь в нашу телеграм-группу. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны. Субтитры сделал DimaTorzok